Девушки отдыхают Я вчера протестировал на всякий случай, вроде бы получилось, потому что последний раз я это делал несколько месяцев назад, поэтому я вчера сделал тест. Вот я сделал такой канал в Телеграме, куда можно присоединиться на время этого доклада. Канал будет существовать в течение этого часа, и в нем можно будет задавать мне вопросы, телефон передо мной, то есть можно будет интерактивно общаться и с присутствующими, и комментировать тот доклад, который будет год, месяц, число, название канала будет всегда справа внизу. Сначала небольшой introduction, объясню, о чем речь. Что такое centralized deployment, как я его понимаю, централизированный deployment? Это когда у нас есть программисты, которые коммитят свой код куда-то в репозиторий, куда-нибудь там в git или куда-то еще, коммитят код, вносят изменения. И дальше у нас есть какой-то pipeline, какой-то билдер, который подхватывает этот код либо по нажатию кнопки, либо автоматически, либо это автоматический deployment, либо это ручной deployment. Ну, в общем, есть какая-то точка сборки этого софта, которая прогоняет все билды, которая прогоняет все тесты, и которая убеждается, что софт готов, запаковывает его и дальше выкатывает на 1, 2, 3, 4 сервера. Вот так я понимаю централизованный deployment. Может быть, даже он и эти стрелочки могут идти немножко в обратном направлении. То есть может быть на каждом сервере какой-то агент, который подтягивает этот код из того места, где он сбилдился. Я с этой схемой угадал, я правильно понимаю традиционный deployment, как он происходит в обычной ситуации? У кого-то так деплоится? Значит, у кого-то не так деплоится, да? У кого-то не деплоится. Но у меня всю жизнь деплоилось именно так, да. То есть проходил такой pipeline, он строился, и дальше мы на серверах это имели, и каждый сервер как-то поддерживался. Можно на серверах иметь эти контейнеры, можно иметь какую-то систему по контролю за тем, что мы продеплоили. Но штука в том, что сервера наши. В этом основной компонент этой системы, что сервера принадлежат нам. Это наши железки, наши сервера, мы знаем, что на них, мы контролируем их. Мы можем зайти на каждый сервер терминалом и увидеть, что там происходит. Что такое децентрализованный deployment? Я с этим столкнулся в бизнес-кейсе. Мы строили и построили криптовалюту. Криптовалюты, как вы знаете, организованы таким образом, что они работают по системе Zero Trust. То есть когда машины, на которых работает софт, машины, на которых лежит база данных, они принадлежат разным людям, в основном анонимным людям. Возьмите биткоин, например, как один из центральных, как один из основных криптовалютных проектов. В нем порядка 10 тысяч серверов по всему миру, в разных странах. И мы точно не знаем, кому они принадлежат. Какие-то сервера знаем, кому. Но можно поднять свой сервер, любой волонтер может включить свой сервер в розетку, включиться в сеть биткоин и появится у него, у него там будет статус сервера 10 тысяч первый. Достоинство таких систем в том, что они, как, например, биткоин, что их невозможно проконтролировать и невозможно, в общем-то, положить. То есть их нельзя выключить, потому что сервера принадлежат неизвестно кому, каждый в своей стране, и одновременно выключить 10 тысяч серверов просто невозможно. В этом достоинство таких систем, таких как криптовалюты. Я думаю, что таких систем будет больше, таких бизнес-применений. Не только в криптовалютах это будет нужно. Такие системы нужны будут, которые невозможно из одной точки выключить, потому что они принадлежат какому-то комьюнити. Вся система принадлежит комьюнити, а не одному человеку или не одной организации. Мы хотели построить то же самое, у нас получилось. Нам нужно было иметь несколько десятков или несколько сотен серверов, на которых запущен наш софт. Вопрос возник, как теплоить этот софт. В биткоине, насколько я знаю, и в основных криптовалютах работает это так, что софт выкладывается на какое-то место, новый релиз выкладывается, и дальше владелец каждого сервера должен взять этот софт и его у себя, версию проапгрейдить. У него раньше была версия 13, ему нужно сделать 14, он сам вручную это делает. То есть он сам владеет этим сервером, сам это делает. Мы поставили себе задачу, как бы это сделать автоматически, как бы сделать так, чтобы эти анонимные сервера, нам не принадлежащие, автоматом редеплоили наш софт. При том, что у нас нет никакого контроля за тем, что там происходит на этих машинах. Нам нужно сделать так, чтобы они это сделали автоматом. Ну, картинка выглядит вот так. Тоже программисты это мы, мы коммитим, мы сейчас с вами это сделаем. Мы коммитим в репозиторий, потом некий билд подхватывает из репозитория наш софт и создает некий пакет, вот, собственно, чемодан нарисован, некий пэкэдж создает следующие версии. А дальше все сервера, которые мы имеем анонимно, они это подхватывают. Сейчас я вам покажу, как это происходит live. Уходим из презентации. Значит, вот наши сервера. Вот так они выглядят в реальном масштабе времени. У нас сейчас 40 нодов, 39-40, прыгающая цифра. Это перед вами сейчас JavaScript страница. Это JavaScript, здесь нет бэкэнда, это просто JavaScript, который обновляет, который имеет список этих серверов. Видите, они все какие-то IP-адреса, они не мои. То есть я не знаю, чьи это машины, кем они включены. На каждом из них работает версия 0.29.31. Это версия пакета, которая там установлена и запущена. JavaScript опрашивает их, вот видите, меняются иногда значения, прыгают. Вот это вот пинг, это идет запрос на каждый сервер, и это скорость возврата, то есть с какой скоростью в миллисекундах он возвращает ответ. Вот они все живые, подняты какими-то волонтерами. На каждом из них стоит версия 0.29.31. Мы сделали так, что каждый сервер имеет свой HTML, свой JSON frontend. То есть я могу нажать на любой сервер, вот так, и открыть его JSON страницу. То есть это чей-то IP-адрес, у него есть порт, мы выбрали порт 4.096, и он возвращает вот такую JSON статистику, он показывает, что там у него внутри. Он говорит, какая у него версия софта запущена, он говорит, например, сколько у него сейчас процессов нам принадлежащих запущено, сколько у него CPU, какое у него количество памяти. То есть он выдает некую внутреннюю информацию. Мы так написали софт, что софт себя, ну, то есть как бы, как это сказать, шпионит за реальным оборудованием и сообщает нам о том, какое количество потоков запущено, сколько там он ведет сейчас этих криптокошельков и так далее. То есть он нам демонстрирует через JSON страницу, вот этой вот JavaScript наблюдающей, мониторящей странички, сообщает о том, что там есть. Каждый сервер для того, чтобы найти себя в сети, нет центральной точки, нет центрального сервера, куда бы они могли подключаться. То есть нет какого-то репозитория, директория, куда они коннектятся и говорят, там, я включился. Они все знают лишь своих соседей. То есть когда сервак включается первый раз, когда он запускается впервые, он обращается к одному из таких называемых мастер-нодов, которые у него прошиты в его коде, там их 5 штук. Он выбирает любой из них и спрашивает, скажи мне соседние ноды, любые. И тот ему возвращает там 16 соседей. Он опрашивает эти 16 соседей, подключается, сообщает им о себе, они об этом сообщают дальше. И таким образом нода через очень короткое время появляется в сети. Они начинают знать все. Вот эта страница строится каким образом? Первый раз, когда я ее перезагружаю, вот я делаю рефреш этой страницы, сначала загружается пусто, дальше к первой одной из этих пяти нодов идет обращение, дальше по цепочке этот JavaScript опрашивает дальше, дальше глубже, глубже по сети и находит там все эти 40 нодов. Опять же, никому не принадлежащие. Давайте теперь внесем изменения в этот софт и попробуем пролизить версию 0.29.32. Софт open source. Софт с открытым кодом, поэтому вот репозиторий, я сделал такой тикет, начинаем мы с того, что мы сделаем тикет. Я хочу сделать следующим образом. Давно хотел сделать эту фичу, мы сейчас при вас ее сделаем. Я хотел, чтобы вот здесь, в этом списке параметров, которые возвращает нам каждая нода, чтобы была такая чек-сума тех исходников, которые там сейчас лежат. Это на Ruby все написано, поэтому исходники, а не в текстовых файлах. Ну, прикольно посчитать контрольную сумму всех файлов и посмотреть, такая ли она у всех нодов или нет. Делаем тикет. Так это происходит в реальном масштабе времени. Let's show check-sum in JSON front. Не знаю, let's do it. Так, у нас есть фич-реквест 7.7.6. Теперь мы идем в код. Я уже его заимплементил. Вот я добавил такой метод, который считает этот check-sum. Ну, я сделал это как домашнее задание. Здесь, в общем-то, все несложно. На Ruby проходим, кэшируем этот запрос, чтобы он был быстрее, и написал юнит-тест для него, который это дело как бы валидирует. Действительно ли у нас в JSON есть такой ответ. Давайте запустим этот юнит-тест сначала, проверим, что он работает. Вообще полный запуск всего теста будет занимать минут 15, поэтому я весь тест запускать не буду. Я запущу один индивидуальный тест, чтобы проверить, что у нас именно он, именно наша фича реализована. Ну, вот такой несложный Ruby-тест, который прошел, сказал pass, окей, тест готов. Дальше мы… Вот я поменял всего два файла. Сам фронт и тест фронт. Я его commit делаю. Вот так программисты работают. Кто не программист, implemented пишем. Кто не программист, тот увидит, как это происходит. И делаем его… Ну, у меня в мастере, а без бранча я работаю. Здесь есть программисты, я так понял. Да, а дальше… Ну, окей, я сделал в мастер, чтобы упростить эту процедуру. Дальше мы делаем релиз. Мы запускаем… У нас есть такой релиз-бот, который мы сделали уже много лет назад, им пользуемся. Рултер называется, который это сделал сейчас все зарелизит. Сейчас я ему скажу новый тег. Старый у нас был 02931, 02932. Что он сделает? Он стартанет этот рултер-чат-бот, он стартанет докер, откроет новый, создаст новый докер-контейнер, в этом контейнере развернет… Вернее, в контейнере уже есть Ruby, он в этот контейнер сделает чекаут этого репозитория, прогонит все тесты, это займет минут 10-15. Мы сейчас пока будем общаться, он это будет делать. И потом все это соберет и выложит на RubyGems. Есть такая публичная платформа, RubyGems, репозиторий Ruby артефактов, где мы можем найти… Вот она у нас, версия была 02931. Это не мой сайт, это сайт, где хранятся все артефакты, open-source артефакты в Ruby. Вот мы ждем, пока эта версия проабградает. Здесь сейчас должна появиться 02932. И дальше эти все ноды, которые принадлежат разным юзерам, должны это дело подхватить, эту новую версию, и мы live увидим, как эти версии вот здесь начнут меняться. То есть мы увидим, как они начнут рестартовать сами себя и поднимать новые версии. Давайте дадим 10 минут на тесты, и пока обсудим, какие у нас в этом всем процессе возникали по ходу действия проблемы. С чем я столкнулся? Во-первых, вопрос к вам. Я что-то такое показал вам новое или совершенно очевидные вещи я рассказываю? Достаточно очевидные, да? Пуш-мастер не делать, да, остальное очевидно. Для меня это было не очевидно. То есть работать с железками, которые не принадлежат мне и за которыми у меня нет контроля, для меня это было задачей достаточно нетривиальной по нескольку причинам. Причина первая. Был вопрос, что делать, если… Вернее, первый вопрос – это логи. То есть как смотреть за тем, что там происходит. Если на этой машине что-то происходит не так, как мне нужно, у меня этих машин там 40, 50, 100, то как мне проконтролировать систему логов? В центральной точке у нас нет, надо помнить об этом. То есть мы никуда не можем эти сервера попросить логить. Мы не можем вообще в такой системе, в криптовалютной, мы не можем вообще создавать никакую точку фейла. То есть нельзя, чтобы у нашей всей системы была какая-то точка, которую можно выключить и упадет вся система. В нашем случае такая точка есть, конечно. Это вот это репозиторий, куда мы деплоим. Но она достаточно крупная, ее в общем-то как бы она такая open source, ее она как гитхаб, типа того, ее потушить невозможно. Но ставить какую-то систему для логирования, типа какой-нибудь paper trail там или какой-то, я не знаю, систему с центральным сервером, невозможно. Нужно было придумать инструментарий по контролю логов на каждой машине индивидуально. Ну, это была первая проблема. Ее решили простейшим просто ротацией логов на машине. Это текстовый файл, и каждый этот текстовый файл, можно, текстовые логи, можно открыть любую машину и написать вот так trace, и мы увидим все, что происходит на машине. То есть полный лог того, что там внутри, она сама показывает свой лог наружу через HTTP интерфейс. Ну, вот такое решение. Вторая проблема, которая появилась, это проблема ошибок. То есть что делать, если этот нод у него, он крэшится, фейлится и не поднимается. Это происходит на самом деле. Вот если мы посмотрим концовку этого списка, то здесь есть машины, которые вот они красным цветом, то есть до них достучаться не получается. Они вот то живые, то неживые. То есть они то попадают в список, то исчезают из списка. И поэтому они падают вниз этого списка. Поначалу эта проблема была очень большая, потому что у нас был там, мы делали, у нас был out of memory, часто возникал, и машины падали достаточно часто. Ну и приходилось создавать какую-то систему контроля этих падений. И самая главная проблема была, что делать, чтобы они при падении все равно рестартовали себя. Ну, пришлось создать такую, пришлось создать такую на их, на этой машине вот такую обвязку вокруг агента, как он называется, мы можем назвать это агентом, который пингует соседние машины и проверяет, не поднялась ли версия. Им пришлось создать такую обвязку, которая гарантировала, что при падении процесса мы этот процесс все равно рестартуем многократно. Ну и, наверное, третья проблема, которая самая большая, это роллбеки. То есть как сделать так, чтобы можно было, возможно было эти машины вернуть на предыдущую версию. То есть если мы выкатили какую-то версию, которая нас не устраивает по каким-то причинам, то нужно было, может возникнуть необходимость откатить эту версию на предыдущую. Вот эту третью проблему мы решить не смогли. Ну, точнее, не особо пытались, но, возможно, это для будущих разработок. Потому что сейчас у нас все выкатывается только вперед. То есть мы только увеличиваем версии, и они поднимают новые. И однажды у нас была такая ситуация полгода назад, когда мы выкатили новую версию, в которую внесли изменения вот в этот самый механизм рестарта процесса. И внесли туда ошибку. И в итоге получилось, что каждая машина, анонимная, нам не подконтрольная, рестартовала себя, установив у себя на машине ту версию, которая уже не может себя рестартовать. Которая не умеет себя поднимать заново и не умеет апгрейдить себя на следующую версию. И получилось, что у нас там больше половины сети просто умерла, потому что, ну как умерла, у нее остались старые версии, и дальше она уже пойти не смогла. Нам пришлось в этой ситуации, один такой случай был, нам пришлось прямо вот искать, анонсировать эту ситуацию для тех, кто хостит эти машины, писать в Telegram группе, что ребята, поднимите руками, потому что она уже не поднимется автоматически. Но какое-то количество машин мы потеряли. То есть в такой сети появляется такая, как бы, не знаю, принцип, термин, концепция потерять машину. То есть машины не нам принадлежат, и мы, создавая такую систему, мы должны бороться за их количество. Чем их больше работает в сети, чем они более надежны, чем они быстрее делают то, что мы хотим, тем лучше. Но это не всегда так. Вот посмотрите, допустим, на вот эту машину, на ней до сих пор, хотя я вчера отрелизил версию 29.31, на ней до сих пор запущено 29.30. То есть скорее всего, я не знаю, кому принадлежит эта машина, скорее всего на ней вот этот алгоритм рестарта автоматического, он не был включен, а он включается через командную строку. Когда вы стартуете машину, вы в командной строке, по дефолту он включен, но его можно отключить флагом из командной строки. И видимо, владелец этой машины отключил эту возможность, решив, что он будет всегда работать на версии 29.30. В итоге он отстает от всей сети, и у него версия старая. Он скорее всего сейчас не проапгрейдится до 29.32, как все остальные машины. Ну вот такое может случаться. То есть мы можем терять эти машины, и что будет с ним дальше, тоже неизвестно, потому что если мы уйдем дальше по протоколу, если у нас будут дополнительные изменения какие-то, то он отстанет. Ну вот это мне было интересно увидеть, вот этот, как бы познакомиться с этим принципом, что машина она либо с нами, либо не с нами, и никаких инструментов по ее контролю, по ее возврату в сеть у нас нет, кроме как пытаться, как сказать, мотивировать людей на то, чтобы они запускали. Ну таких машин она не одна, видите, то есть несколько, четыре еще машины, по какой-то причине не подняли свежую версию. Ну неизвестно почему. Так бывает. Это то, что я хотел сказать про deployment. Давайте посмотрим, деплоим ли мы. Да, вот наш бот, он написал, что окей, мы сейчас в процессе, он стартовал контейнер, можно посмотреть здесь его лог. На самом деле этот бот open-source, и он фришный, и его можно использовать в своих собственных проектов. Такая небольшая реклама, этому боту уже порядка шести лет, мы его пользуем очень активно во всех наших open-source разработках. Ничего не стоит его, он ничего не стоит, даже если у вас коммерческий проект или open-source проект, все, что вам нужно, это настроить внутри репозитория, настроить внутри репозитория файл конфигурации, в котором вы скажете, как вы, вот он рультер, ямл конфигуратор, в котором вы скажете, что вам нужно проинсталить в контейнере до релиза, релиза, и вот собственно релиз скрипт, который делает полный релиз, собирает все, что там он должен собрать, вот он запускает рейк, рейк это весь билдер Ruby проекта, вот этот занимает как раз там 10 или 15 минут, и в итоге он делает push на RubyGems. И все это происходит внутри, вот права здесь определены, кто это может делать, кто может релиз делать, мой аккаунт, он также помогает мержить и деплоить, ну в нашем случае мы релизим новую версию. И как пока он работает, мы можем смотреть его логи в открытом режиме. Сейчас мы посмотрим. Вот он стартовал там какое-то время назад, это какой-то, так сказать, внешняя конфигурация, он там что-то достал этот проект, и дальше пошел, запустил, проапдейтил репозитор, сердцы, что-то проинсталлировал, что ему нужно было, и сейчас идет Ruby собственно билд, вот тесты идут, один за другим. Вот в какой-то там стадии мы сейчас находимся. Когда он закончит, он этот, весь лог останется здесь навсегда, он все время будет опубликован, к нему всегда можно вернуться, что делает этот процесс достаточно удобным, удобнее, чем любые другие релиз процедуры, которые я знаю. Но мы используем Travis для Continuous Integration, но вот именно для релиза, когда нужно выкатить новую версию, мы делаем так. Скажите, может кто-то использует что-то другое, подскажите мне, что вы делаете для того, чтобы так автоматически одним к одной командой выкатить новую версию. Чем это делается? Или скрипты у вас на машине свои, и вы делаете там релиз, enter, и поехали. GitLab CI делает так же с номером версии, да? И Jenkins. Ну вот Jenkins надо его инсталлировать, он же в хостед режиме по-моему не работает, да? Или Jenkins существует в хостед варианте, когда можно просто там его иметь на какой-то, на их машине. По-моему Jenkins нужно ставить, да, насколько я знаю? Да. Ну вот GitLab CI, наверное, это такая вот альтернатива, это альтернатива этому решению. Ну наше решение, наверное, старше, чем GitLab CI. Ну мы его используем, достаточно удобно. В итоге, что удобно, здесь три вещи, которые удобны в этом подходе. Во-первых, не нужно ничего инсталлировать, ничего конфигурировать, точнее, все, что нужно, это один-единственный файл, который лежит вместе со всеми остальными файлами внутри репозитория. То есть нет никакого отдельного дэшборда, где нужно настроить, к которому имеет доступ только там какая-то группа людей. Ну это нам казалось недостаточно удобно. Удобнее, если весь конфиг в репозитории, тогда сменяемость людей не приводит к необходимости переобучения или смены конфигурации. То есть все настроено один раз. Второе достоинство такого релиза, такого подхода в том, что все credentials, все пароли, все тоже лежат рядом с репозиторием. Их можно хранить либо, как в случае с Travis, например, хранить в закриптованном виде внутри кода, ну как файлы внутри репозитория, либо он их подтягивает из соседнего private репозитория на GitHub. Ну и третья важная фича в том, что логи всегда доступны в таком режиме. Это как бы фича, которая делает его лучше, чем скрипты из командной строки, которые многие девоп-специалисты используют, мне кажется, до сих пор, когда есть скрипты у нас на локальной машине и мы делаем релиз, он там релизится и с ноутбуком мы смотрим, как это происходит. Недостаток главный такого подхода, что логи мы теряем навсегда, потому что они в нашей машине и остались. Ну и повторяемость такой процедуры, она достаточно под большим вопросом находится. Потому что если я сегодня это сделал, через полгода весьма вероятно, что я просто забуду, в какой последовательности нужно что делать, если только это не один какой-то все поглощающий скрипт. Ну вот такой вот релиз. Вернемся к нашему фронтенду. То есть вот здесь мы должны получить, если мы отрелизим, то вот здесь мы должны получить новый элемент в этом JSON, который нам скажет, какой там чек сам контрольная сумма у того кода, который там продеплоен. Это то, что я вам хотел показать. Что еще было интересно в этом проекте, это то, что мониторинг, который за этой всей сетью следит, он вообще без, то есть он сервер-лес в стопроцентном варианте. То есть у него нет совершенно сервера. Вот ту страницу, которую вы видите, я уже сказал, это JavaScript в чистом виде, здесь нет никакого бэкэнда. Этот JavaScript можно загрузить, вообще не имея, ну то есть его можно загрузить, его можно просто иметь на локальном компьютере, открыть его с локального диска, и он дальше пойдет по сети наблюдать за тем, что в сети происходит. Получается, что нет центра фейл, это очень важно в таких проектах, где данные должны быть в режиме Zero Trust, в Zero Trust режиме. Когда, как я сказал, когда мы не можем надеяться на то, что завтра, как все ноды, или даже какая-то из нодов, будет по-прежнему хранить те данные, которые мы туда положили, и что этим данным вообще можно доверять. Понимаете, наверное, как работают криптовалютные сети, криптовалютные проекты, это системы хранения данных, в которых данные находятся в разных точках, и мы индивидуально одной машине доверять не можем. То есть мы не можем доверять целостности данных на одной отдельно взятой машине. Мы никогда не можем сказать, что эта машина предоставляет точные данные. Она может врать, она может давать заведомо неправильные данные, там может быть данные испорченные, испорчены, она может быть просто в дауне, эта машина. У нас никакого доверия к одной индивидуальной машине нет. Вот так работает, например, биткоин. Но когда этих машин становится одновременно 10 или 100, то большинство из этих машин, мы начинаем доверять большинству из них. И если в большинстве находится достаточно большое количество серверов, то можно сказать, что сеть получает определенную степень доверия. Такая концепция, которая для классического DevOps, она нестандартна. Потому что мы привыкли к тому, что у нас все машины, они хранят то, что мы туда положили, и дальше мы контролируем. В случае проектов таких распределенных, я думаю, что их количество будет увеличиваться в будущем вообще в мире таких проектов, где данные лежат на машинах, которым нет доверия. Это не будет касаться только проектов финансовых, типа криптовалют. Я думаю, что это будет касаться многих других проектов. Например, глобального хранения каких-то данных социальных, например, данных о голосовании, когда мы хотим, чтобы все, что мы проголосовали, попало в итоге не на сервер, находящийся где-то под контролем государства, а на 200 серверов, находящихся под контролем 200 волонтеров, которых мы не знаем и узнать не можем. Тогда надежность того, что эти данные, вернее, гарантия того, что эти данные действительно будут теми, которые мы туда положили, она значительно выше, чем если там есть кто-то, кто их контролирует. Например, какие-то реестры глобальные, общегосударственные, общемировые. В них тоже такие системы могут применяться, и все больше и больше в эту сторону люди смотрят. Это может быть и блокчейн, как популярный механизм обеспечения этого, как сказать, не синхронизации, а обеспечения согласованности данных между разными базами, между разными хранилищами. Так это может быть что-то и другое. Не обязательно блокчейн, а какие-то другие решения, где самое главное, чтобы большинство серверов голосовало против меньшинства. И, соответственно, чем сеть больше, чем в ней больше нодов, тем она будет более, в итоге, к ней будет больше доверия. То есть фактически доверие к сети такого плана, оно обеспечивается размером сети. Если нодов мало, если там всего три сервера, то, естественно, мы большинству доверять можем с трудом. Если там 300 серверов или 10 тысяч серверов, как в том же блокчейне, и в том же биткоине, то, конечно, к нему доверия больше. Ну вот у нас там 40 серверов. Сейчас мы ждем, пока они начнут деплоиться. Поэтому общее направление, которое меня заинтересовало в этом всем, это то, что мне показалось, что такое решение, когда мы привлекаем волонтеров для хостинга наших данных или для хостинга наших процессов, оно перспективно в общем не только для такого бизнес-кейса. То есть, возможно, вы в своих проектах тоже увидите потребность в чем-то подобном, когда у вас нет либо бюджета, либо наоборот вы хотите обеспечить высшую гарантию, так сказать, не только сохранности данных, но и репрезентабельности данных. Подождите, мы, по-моему, скрэшились. Да, у нас какой-то юнит-тест упал. Возможно, это нестабильный юнит-тест, да. Мы можем попробовать запустить еще раз. Ну так бывает, да. Так тоже бывает. Ну вот он упал, и нам показали полный лог. То есть мы можем нажать вот сюда на эту кнопку и увидеть полную картину, почему там что случилось. Вот мы тут что-то настраивали сначала, потом пошли тесты один за другим. Там много очень тестов. Вот они все шли хорошо, а потом в какой-то момент один из них отвалился, причем через 60 секунд ожидания. Ну, если мы не получится у нас задеплоить с следующего захода, то вы мне поверите на слово, что он так и деплоится. Да. Ну он должен деплоиться, он должен продеплоиться, и вот здесь вот в реальном масштабе времени эти цифры начнут, должны увеличиваться, здесь появится 32-я, 32-я. Ну ждем, посмотрим. Надеюсь, это случится. Да, мой посыл главный в том, что такое решение, оно может быть полезно и интересно для других бизнес-кейсов, для ситуации, когда вы хотите привлечь. Я увидел у себя, вы, может быть, увидите что-то новое, что-то другое, но я увидел у себя две главные, два главных мотиватора, два главных фактора, по которым такое решение я бы выбрал. Я бы посоветовал для другого проекта, если сейчас ко мне придет какой-то заказчик или какая-то компания, которая скажет, нужно создать что-то большое, где бы хранилось очень много данных, я бы посоветовал им думать в этом направлении, мне так кажется. Я бы сказал, давайте мы не будем строить огромный какой-то склад серверов, аналог там Амазона, на котором у нас будут тысячи машин, и мы там будем хранить данные. Я бы подумал, что, наверное, это решение из прошлого все-таки. Я бы посоветовал посмотреть в сторону привлечения именно волонтеров с целью хранения данных или обработки данных. Я бы сказал, давайте просто сделаем какой-то софт, который бы умел управлять такой сетью, чтобы он умел деплоиться на каждую машину в автоматическом режиме, так, чтобы его поставили у себя 100 людей или тысячу человек, и в итоге мы получили систему по размеру не меньше, чем хранилище Амазона или какое-то большое хранилище. Мне кажется, что это потенциально, вернее, что это интересное направление на подумать. Ну вот два момента, почему мне кажется, это правильно. Первое, это то, что мы получаем, мне кажется, что это получается дешевле по деньгам, потому что серверов сейчас 40, если мне завтра нужно будет серверов 400, то я должен просто замотивировать волонтеров. То есть мне не нужно вкладывать деньги напрямую, мне не нужно увеличивать персонал, для того, чтобы поддерживать 400 серверов, мне не нужно какой-то даунпейменты большие совершать, для того, чтобы это оборудование взять. Мне нужно просто какую-то придумать мотивацию для новых четырех сотен человек, которые бы эти четыре сотни серверов завтра же включили. И как только эта мотивация появляется, ее достаточно просто проанонсировать, и у вас в сети 400 серверов. Вам нужно 4000 серверов? Ну добавьте в эту мотивацию какой-то нолик где-то, и у вас в сети появится 4000 серверов. То есть получается очень такая flexible система, очень гибкая система, где всего лишь рычагом мотивации можно размер сети то увеличивать, то уменьшать. Это первое. И второе, нет головной боли по поддержке этих серверов. То есть их количество совершенно не влияет на объем работы, которую должна выполнять команда, которая разрабатывает вообще open source продукт. То есть команда по разработке она та же, а сеть растет в любых размерах, в зависимости от необходимости, которая у нас есть. Ну вот такие две мысли. Я, в общем-то, показал вам все, что хотел показать. Если я что-то сделал совершенно очевидное, значит вы лучше в этом разбираетесь, чем я. Но я раньше с таким не сталкивался. Такого опыта у меня не было, чтобы хостить на анонимных серверах. Давайте вопросы посмотрим, попал ли я. — Когда речь заходит за криптовалютой и прочим, мне сразу мерещится стирание географических границ, преодоление власти транснациональных корпораций. А после твоего доклада теперь еще и демократия среди машин. — Да. Где-то так. Демократия среди машин. — Спасибо большое тебе. — Все? — Ты все еще человек же? — Да, да, да. — Тебе тогда пригодится такая классная штука, теплая и удобная. — Спасибо. — Ребята, задавайте, пожалуйста, вопросы. — Вопросы в Телеграме. — Уже в Телеграме. Ну, естественно, в Телеграме. Вот я вижу здесь рука на первом ряду и в левой части зала потом. — Да, в Телеграме есть вопрос. — Добрый день. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы сказали, что у вас децентрализованная система обновления, но при этом показали, что у вас релиз выкладывается на RubyGames, а дальше что происходит и как сервера определяют, что версия не совпадает? — Да, не показал я это. Как они определяют? Они делают два запроса. Во-первых, они обращаются в этот вот RubyGames через их API и проверяют, какой там сейчас последний… — Каждый обращается. — Каждый сервак, да. Каждый сервак, каждый там несколько минут, он обращается и смотрит, нет ли новой версии. Если он там находит такую же, как у него, версию, то он тогда обращается на свои 16 соседей и смотрит, какие у них версии. Если у кого-то из них версия более свежая, то он все равно делает, убивает самого себя и запускает процесс рестарта. — Окей, то есть я поднимаю такой же сервак, не знаю, делаю инкремент версии, и мои соседи тянут новую версию, которая не совпадает с RubyGames. И захватываю так всю вашу сеть, превращаю их в спам-ботов. — Я сейчас проверю. — Так, хорошо. Вы чувствуете, да, что концепция волонтерства, привлечения бесплатной работы, очень хорошо работает прямо вот на ваших глазах? — Нет, мы не обращаемся на соседей, вот код, да, вот как это выглядит. — Давайте пока мы следующий вопрос начнем, вы этот эксперимент проведете. — Да, на соседей это я ошибся. Мы обращаемся только на, берем только последнюю версию из RubyGames, и по этой версии мы принимаем решение. — Хорошо, тогда у вас получается централизованная система обновления. У вас один ресурс. — Централизация, безусловно, централизация неизбежна. Безусловно, мы обновляемся из одной, мы смотрим на одну и ту же точку, это раз. Во-вторых, у нас код лежит в гитхабе, то есть это вторая точка централизации. Это, безусловно, я как архитектор проекта, который делает изменения, это, наверное, третья точка централизации. Безусловно, централизация существует, ну, безусловно, да. Без нее вообще невозможно представить любую децентрализацию. Возьмите тот же биткоин, в нем тоже есть централизация, в нем тоже есть репозиторий, где лежит его код, в нем тоже есть девелоперы, которые коммитят. То есть все равно централизация существует, она… Вот я не могу себе совсем представить систему при полной децентрализации. — Привет, меня зовут Антон. — Стой. — Говори сюда. — Меня зовут Антон. У меня вопрос про логи и мониторинг. Не совсем понял, почему все-таки нет какого-то централизованного логирования, сбора метрик. Как вы, например, отслеживаете, как там вчерашний релиз поломал какое количество машин, историю какую-то? И если даже эта централизованная система сбора логов упадет, она ведь не положит вашу основную систему криптовалютную. Почему именно такая боязнь хранить где-то логи? Ну, вопрос хороший. Даже это не боязнь хранить логи, а просто не хотелось в это вкладывать и поддерживать что-то такого плана, что-то такого вот… Ну, это же будут расходы, а их должен кто-то нести на это централизованное логирование. То есть должен кто-то этот сервер иметь, должен кто-то за него платить, должен кто-то его постоянно мониторить, должны быть какие-то расходы, и получается, что тогда система финансово становится как-то централизованной. Сейчас все, что у меня есть, это гитхаб-репозиторий опенсорсный. Завтра я бросил этот проект, и оно все живое еще много десятков лет. Если же я буду ответственный за точку логинга, то мне нужно будет там быть в этой точке логинга, потом я ее брошу, там карточкой перестану платить за нее, сервер там потухнет, и эти все сервера начнут логить куда-то, куда уже логить нельзя. Нужен будет кто-то новый человек, который должен будет ее поднять. То есть философски это неправильно, когда кто-то финансово должен участвовать в каком-то компоненте системы. GitHub бесплатный, RubyGames бесплатный, Router бесплатный. Это все бесплатно. Оно все работает и вечно будет работать. Вот такая мыла мысль. Еще и поэтому лог не стали вести централизованно. Следующий вопрос, пожалуйста. Спасибо за доклад. Максим Хьюман Синг. Недавно работаю, еще не запомнил. Такой вопрос. Сервера сами себя добавляют в сеть, узнают о соседей. А есть метод удаления или блок-лист? Да, вопрос хороший. У нас нет возможности. Мы опять упали в том же месте. Ну, значит, тест не… Либо я что-то поломал с кодом, действительно, либо мы… Тест нестабильный. Вполне может быть, что поломал с кодом. Отвечая на вопрос, можно ли сервер удалить из сети, из сети удалить невозможно. То есть, если сервер поднялся и ведет какую-то, как сказать, противоправное действие, начинает что-то делать, то, что неправильно, не отвечать ни по протоколу, мы ничего с этим сделать не можем, мы его удалить никак, заблокировать не можем. Хотя, наверное, можно добавить это в код. То есть, всегда можно блок-листы добавить в код, но тогда это будет, наверное, не очень хорошо философски, но такого у нас нет. Хотя у нас были примеры. У нас был пример, когда сейчас весь софт работает из одного репозитория, но был пример полгода назад, когда один из волонтеров сделал свой софт. Он сделал свое решение по нашему же протоколу, он отвечал на основные запросы по протоколу, он действовал как будто бы наш сервер, как будто бы наш софт, но у него была совершенно другая версия вот здесь, совершенно был другой текст. И мы внезапно увидели в сети, вот в этой таблице, как поднялся новые несколько машин, он поднял, у которых была совершенно другая версия, и нам стало интересно, что это. Мы понажимали, оказалось, что сервер работает, выполняет все, что должен выполнять в рамках нашего протокола, и сеть его видит. То есть, ну, это достаточно прикольно наблюдать за этим, потому что мы контролируем не только не контролируем, кто хостит, но и кто пишет софт. Поскольку ты отвечаешь по нашему протоколу, ты наш. Не отвечаешь, ну, как такой, дактайпинг, что ли, только среди серверов. Да. Спасибо. Так, есть микрофон уже человек. Следующий вопрос отсюда. Здравствуйте. Меня зовут Тимур из Дивина Телеком. Я слабо себе представляю, как работает блокчейн и криптовалюта, поэтому у меня такой вопрос. Можете пофантазировать на тему, если кто-то получит доступ к вашей учетной, злоумышленник, не кто-то, злоумышленник получит доступ к вашей учетной записи на гитхабе, а насколько он сможет скомпрометировать систему вот эту? Насколько катастрофические последствия будут для золот? Сможет ли он украсть деньги тысячи людей? Ну, он сможет, да, он сможет изменить софт, он сможет зарелизить софт на новую версию, выкатить, в которой будет какой-то дополнительный вставлен какой-то механизм, который в итоге, да, сможет украсть деньги. То же самое может случиться и в биткоине, и в блокчейне, если в биткоин софт можно будет вставить, просто там программистов больше, там команда больше, и поэтому там релиз совершается группой людей. У нас релиз можно совершить вот одной командой, то есть архитектор проекта нажимает релиз, и новая версия выкатилась. У них там группа из нескольких человек, которые совместно решают, выкладывают ли новую версию, и там ручной рестарт версии, то есть каждая версия выкладывается в публичный доступ, и все владельцы серверов, они смотрят, там читают релиз ноутс, и если им нравится, то они ее устанавливают. Естественно, что мало кто понимает в этих, ну, из реальных пользователей, хостеров, мало кто вчитывается в этот релиз ноутс, то есть если они захотят, эта группа девелоперов биткоина захочет что-то действительно украсть, то войдя все вместе в сговор, они могут выкатить новую версию, которая выложится, естественно, большинством хостеров, и в итоге будет крэш-система, это возможно, просто людей больше. Как и, ну, я в двух словах скажу, как работает биткоин, блокчейн и биткоин работают, в общем-то, принцип везде один и тот же, большинство побеждает, если большинство серверов выполняет одну и то же, соответствует одному и тому же протоколу и показывает от нее те же данные, то этим данным верят. Но всегда есть компрограммисты, это все системы, созданные людьми, и всегда есть программисты, которые имеют тоже вопрос большинства. Если большинство программистов решит, что завтра мы весь биткоин уводим в определенный адрес, и у вас у всех ноль становится, то значит так это и будет сделано. То есть мы не, ну, с высокой вероятностью так и будет сделано. Если только не каждый владелец сервера внимательно почитает релиз ноутс, почитает исходники, которые выложены, увидит там этот инжекшн этого, ну, инжекшн того malware, того софта, который неправильно себя ведет, и тогда он остановит и скажет, ой, посмотрите, что случилось, нас же там поломали. Ну, какова это вероятность этого? То есть это, в общем-то, вопрос такой, доверие большинству. Следующий вопрос из левой части зала, справа от тебя, Егор. Здравствуйте, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а вы не думали про систему логирования наоборот, что ваши клиенты просто будут шмалять в какой-то сервер? Не наоборот, вы вот это думали, а не думали, что сервер просто будет ходить по клиентам и забирать логи? Да, хорошая мысль, да, об этом мы думали. Да, действительно можно, вот глядя, мы сейчас смотрим на этот список серверов, у каждого из них есть URL, по которому можно достать его логи, и действительно можно эту систему улучшить и сделать так, чтобы тоже в каком-то джава-скрипте, в каком-то таком месте, где нет сервера, чтобы какой-то джава-скрипт обходил всю сетку, собирал последние там за 5 минут логи, складывал в какую-то последовательность, анализировал их, и в итоге говорил там, на вот этих серверах мы видим там error message с такой-то интенсивностью. Да, мы думали об этом, это следующий шаг. У нас пока это не реализовано, но это было бы здорово сделать, конечно, да. Теперь с другой стороны зала вопрос. Добрый день, я здесь за столбом, меня не видно. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что если вы потушите свой проект, то на волонтерах я буду жить еще там 10 лет, условно, да? Да. Но до этого звучала фраза, у меня есть 5 мастеров, которые зашиты, глазами прибиты к проекту, а вот эти 5 мастеров, они кто? Вы их содержите? Да, хороший вопрос. 5 мастер-ноудов, вот они здесь с жирным шрифтом указаны. На экране просто плохо видно. Плохо, ну вот жир, да, тут 5 машин вот эти, ну они случайно в список, они в списке не обязательно вместе должны стоять, ну 4 вместе, одна там где-то еще. Есть действительно мастер-ноуды, которыми владеет создатель, ну они мои, то есть я их сам купил эти там, арендовал эти 4-5 машин, и они принадлежат сейчас мне. Они необходимы в любой системе, на мой взгляд, в любой подобной системе, должны на старте существовать машины, которые находятся под контролем владельца системы, пока система не вырастет до больших размеров. Сейчас система размером в 40 или 39 нодов, это пока маленькая система, и если кто-то захочет ее сломать, то включив еще 40 нодов, они могут захватить большинство. То есть имея 40 таких же машин в сети, они включат эти машины в сеть, они появятся, и в общем-то можно будет и украсть деньги, и коррумпировать данные, и внести изменения, ну в код изменения не внести, но могут коррумпировать данные. Поэтому изначально необходим контроль за каким-то меньшинством, которое при голосовании имеет все равно преимущество. Вот я думаю, я уверен, что любая система подобного плана должна строиться сначала именно так. Сначала меньшинству некому, небольшому дается абсолютное преимущество, то есть такой, ну диктатура что ли этих пяти серверов. А потом, когда сеть вырастет до размеров тысячи серверов, тогда можно будет сказать, теперь мы эти мастер-ноды отключаем, нам не нужно уже больше это контролирующее, блокирующее меньшинство. Теперь большинство решает. Но пока это сделать рано, невозможно, потому что велик риск потери данных. Скажите, пожалуйста, вот допустим у нас есть уже тысяча серверов, они работают благополучно, да? Но сеть, она же живет, дышит, то есть она опускается, поднимается. Но когда появляется новый сервер, а эти пять серверов уже погашены, как он найдет себя в этой сети? Кому он обратится первому? Да, у него все равно, все равно точки входа должны быть, в любой сети они есть. Откройте исходные коды биткоина, и вы увидите, что там несколько сотен серверов прописаны, жестко закодированы в код биткоин-кор. То есть когда биткоин-продукт стартует, биткоин-ядро, ну любой нот на биткоине стартует, у него есть вшитый такой, ну, аналог DNS, что ли. Это список IP-адресов, на один из которых он может пойти и найти координаты остальных участников сети. То есть такой директорий, он должен существовать у всех, в любой такой системе он должен присутствовать. Как и в DNS то же самое, вы всегда стартуете, вы куда-то идете, у вас есть какая-то первая точка входа, так и здесь. И в биткоине это есть, и у нас это есть, и во всех остальных системах это есть. Вопрос просто, есть ли у этого меньшинства, у этого директория, есть ли у них привилегии при голосовании. У нас есть, в биткоине нет. То есть в биткоине это просто репозиторий. Мы просто открываем, мой софт стартует на машине, на моей, на свежей, и идет в этот директорий, находит там IP-адрес один из, и туда переходит. Я вам могу показать этот список в биткоине, если хотите. Я, к сожалению, скорее всего не уезжу. Ну, окей. Мы поверим на слово. В диплое мы поверили, мы этому поверим. Ну, придется, да. Можно пока вы открываете список? Давайте следующий вопрос. Давайте вопрос. Вот здесь. Катя, а ты найди в центре зала руку, которая тебе нравится. Хотел спросить, а возможно ли использовать эту сеть для распространения конфиденциальных данных, то есть чтобы они, допустим, у, грубо говоря, партнеров, у которых установлено ПО, находилось в таком зашифрованном виде, соответственно, в общем смысле ПО работало в конечной точке с всем набором, что скрыто. То есть все данные были открыты только в одной точке, а у клиентов они находились в закрытом состоянии. Ну, я думаю, что криптование можно в эту систему добавлять в разные места. Но в нашем случае, поскольку это такие примитивные расчетные операции, один послал другому, то там криптование используется только для того, чтобы сообщение закриптовать частным ключом. В биткоине криптование используют для того, чтобы закриптовать, во-первых, транзакцию, во-вторых, там этот блок, который все транзакции агрегирует. Ну, я именно, извините, про то, что, допустим, большой объем каких-то корпоративных данных, которые будут распространены по всем машинам, которые работают в этой сети. То есть это возможно или это лучше нежелательно делать? Я думаю, что криптование должно быть на клиенте, безусловно. На том клиенте, который в итоге к этим машинам присоединяется. У нас это клиент из командной строки. То есть сам клиент может в эту сеть зайти, клиент, обращаясь к этой сети, он из сети получает какие-то данные и дальше раскриптовывает на своей стороне. Так, я думаю, должно быть всегда, и поэтому я не вижу здесь угрозы при хранении каких-то важных корпоративных данных. Я понимаю вопрос, что если построить по такой модели, построить хранение данных частных в корпорации, и туда будут включаться люди, им платить какие-то деньги за это, то, что они поддерживают этот огромный массив, а потом эти люди начнут эти данные, они у них в руках окажутся, что с этим делать. Ну, криптовать на клиенте, то есть воспринимать этих хостеров, как хостеров такого конечного уровня, где они уже имеют полностью закриптованные блоки данных и ничего с ними сделать не могут. Можно даже хранить части эти данных, как, допустим, BitTorrent протокол делает, когда мы, ну, торренты, когда мы скачиваем, то на каждом сервере лежит какие-то только части, какие-то блоки из конечного файла, и дальше клиент при скачивании делает сборку этих файлов в единый, сборку этих кусков в единый общий фильм или чего мы скачиваем. Ну, можно так делать, я думаю, что это… Уверен, что это… Сейчас вопрос из центра зала, потом вот около столба. Здравствуйте. Здесь, здесь, здесь. Меня Максим зовут. Спасибо за доклад, во-первых. Во-вторых, я, конечно, понял, да, прекрасная система, которая обновляет, децентрализованная куча удаленных ригов, но это я, если я правильно понимаю, реализовано в любом тонком клиенте, абсолютно любом, который стоит либо на телефоне, либо на компьютере, то есть здесь ничего такого сверхъестественного. И у меня больше вопрос, на самом деле, про анонимность. Вы же в самом начале доклада поставили тезис, что участники сети любой криптовалюты являются анонимными участниками. Вот я сейчас вижу список из IP-адресов, также я вижу полную спеку их машин, также я вижу логи с их компьютеров, что вам мешает запускать удаленные скрипты на этих машинах, что вам мешает поставить любой удаленный доступ туда, любой руткид закинуть? Ничего не мешает. И как могу я доверять вашей валюте? Хороший вопрос. Ничего не мешает, так сделал. Действительно, и были такие мысли на эту тему, и не у нас, а вопросы такие были. То есть уже приходили к нам с такими мыслями, да, и спрашивали. Ну, то есть я не первый принимаю. Нет, нет, не первый. Это был один из первых вопросов с самого начала, что вот вы тут ботнет построите сейчас. Нет, ну ботнет не нужно, но просто сам факт, что вы имеете по сути все данные. Вы, вы конкретно, вы. Слишком много власти для одного человека, как было в одном фильме. Ну, не только я, любой. Это ссылка открытая, не только я. Это открытая ссылка, вы тоже можете их все иметь. То есть это данные абсолютно открытые, они в онлайне, все эти машины, эти данные светят наружу. Действительно, так и есть. Просто если вы смотрели по, не по IP-адресам Риги, а по их, у них же у каждого есть свой кошелек, по сути. То есть вот этот вот хэш. Не, не обязательно. Не обязательно? Они могут не иметь кошелек. А то есть они просто работают и все? Нет, но у них есть кошелек, но на этот кошелек к ним только там что-то поступает. Он же является их идентификатором? Ну, пускай кошелек, да. Хорошо, согласен. Можно идентифицировать. Да, их можно идентифицировать. Это же… Ну, идентифицировать как? Они же в плане того, что они анонимные, в плане того, что они паспорта нигде свои не показывают при регистрации этого сервера. Мы не знаем их имена, мы не знаем их реальные контакты, Достаточно IP-адрес. Ну, тогда это больше к вам вопрос, как так вам хватит IP-адреса, чтобы понять, что это за человек. Но, безусловно, да, что тогда мы понимаем под анонимностью? Я понимаю под анонимностью это знание о человеке, его идентификация, что я могу сказать, что это за физлицо. В данном случае я этого сказать не могу и не требуется это для системы. И для того, чтобы этот сервер добавился в общую сеть, ему не нужно быть где-то зарегистрированным и мне не нужно его знать. Хорошо это или плохо, это вопрос второй. Правильно это или нет, что если, допустим, какие-то будут террористические данные, что если мы создадим систему, где каждый сервер начнет хранить какие-то данные, которые мы не хотели, чтобы эти люди хранили, начнут обмениваться этими данными. А это невозможно, у вас же система должна быть именно таким образом. Это возможно, да. Каждый хранит, что хочет. Да, в такой системе, ну, у нас просто платежная система, они хранят только транзакции, но если по подобным же принципам создать систему, которая хранит, например, данные или фильмы, то там можно будет хранить, например, пиратские фильмы, что будет нарушением закона и всего остального. В этом плане я согласен, это вопрос юридический, его нужно анализировать, рассуждать, но технически, мне кажется, что мир движется в этом направлении. И успеют ли юристы за нами, успеют ли они поймать это движение и как-то зарегулировать это, я не знаю. Будем надеяться. Ну да, торренты существуют, торренты существуют уже, не знаю, два десятка лет или полтора десятка, и их как-то пытаются ловить, пытаются наказывать, но они существуют. Что будет дальше? Мне кажется, что этих систем будет все больше и больше такого плана, где хранение данных и обработка будет анонимно и децентрализовано. Спасибо. Давайте успеем еще один вопрос задать. Благодарю за доклад, очень интересный. Меня зовут Леонид. У вас есть метрика на этой страничке, очень интересный, Network Cost, порядка 14 долларов в день. Из чего она складывается? Да, действительно, метрика интересная. Мы ее здесь написали для того, чтобы посчитать, сколько примерно сеть такая стоит. Но мы считаем количество, на каждой машине есть количество процессоров. Вот смотрите, CPU, там 8, 4, 2, 2, 1, 2, 12. То есть разные машины разного размера. Мы берем приблизительную стоимость аренды одного CPU в месяц. Мы знаем, что машина с одним, ну приблизительно арендовать один CPU будет стоить, например, 5 долларов в месяц. Здесь мы видим, у нас всего CPU сейчас 87 процессоров на нас работает, 87 этих юнитов. Значит, мы знаем, что примерная стоимость сети будет в месяц порядка 86 умножить на 5, ну например, 500-600 долларов. Как-то так. И дальше мы это делим на 30 и получаем примерно 13. Вот такая идея. Для чего эта цифра нам нужна? Зачем нам нужна эта цифра? Зачем нам нужна эта стоимость? Это стоимость атаки на систему. То есть если кто-то захочет систему повалить, подавить, есть такое понятие атака 51%, когда поднимается система аналогичного размера, вернее, да, аналогичного размера, чтобы на 51% перекрыть те ресурсы, которые в существующей сети. То есть если новая сеть, у нее появится мощность для голосования 51%, то она уничтожит нашу сеть. То есть можно, в общем-то, украсть все биткоины в мире, нужно только включить систему размером, таким же размером, как биткоин. Для этого вам необходимо будет инвестировать там порядка, ну, вся стоимость биткоина, по-моему, сейчас для того, чтобы ее обслуживать, по-моему, в год 500 миллионов долларов она стоит. То есть для того, чтобы вам украсть все биткоины, которые сейчас там миллиарды, а вы миллиарды оцениваете, вам нужно всего лишь 500 миллионов долларов. И вы поднимете аналогичную по размеру систему и начнете голосовать против биткоина, начнете в транзакции уводить в вашем направлении. Но там вопрос в другом, что говорят, что невозможно купить такое количество оборудования так быстро, то есть у вас просто не будет возможности. Деньги-то у вас будут, но у вас просто не будет столько железа, чтобы купить его так быстро. И пока вы это будете делать, ну, будет это дольше, чем один год занимать, во-первых. Во-вторых, когда вы это сделаете, то биткоин упадет так сильно, поскольку он будет украден, и будет понятно, что его компрометировали, что в итоге ваш выигрыш будет очень небольшой, потому что в итоге вы получите разрушенную систему, и стоимость того коина, который вы получите, она будет нулевая. Но здесь в нашем случае система очень маленькая, поэтому атаковать ее можно всего лишь 13 долларами в день. То есть вы поднимете аналогичные 40 серверов, потратив всего лишь приблизительно 15 долларов в день. Ну, не 15, потому что вам придется их за месяц оплачивать. Ну, долларов 500-600 вы купите, у вас будет 40 серверов, и вы начнете голосовать против всех остальных. Вот для этого мы эту цифру показали. Чем эта цифра больше, тем больше можно доверять в итоге системе. Круто. Мы подобрали тематический приз. Машина «Правда» называется «Блокчейн и будущее человечества». Как ты считаешь, кому эта книжка больше пригодится? Мне вот от Максима вопрос понравился. Максим, выходи, расскажи про себя. Который, да, челленджил меня по теме права и анонимности. Спасибо. Как ты связан с блокчейном, почему ты обо всем этом знаешь? Никак. Максим звать, ВТБ-банк. Очень хорошо. Ну, просто было время, очень увлекался, занимался тоже подобными вещами. Тоже риги были. Как ВТБ с блокчейном? На нашем проекте никак. Очень бы хотелось. Вот так вот. Ответ, вы понимаете, допускает возможность того, что ВТБ-блокчейн таки сделает на паре виртуалок. Почему? Ну да. Да. И мои, и я пока. И соседей. Окей, спасибо большое, ребята. Ну, это правда. Спасибо. Продолжение следует...